В Минске начался громкий процесс по делу бывшего руководителя компании Бориса Вдрев. Владимира Мальцева обвиняет в злоупотреблении служебными полномочиями. По данным следствия, экс-директор допускал нарушение в ходе выполнения госпрограммы по модернизации предприятия, что привело к огромным потерям. С подробностями наш собственный корреспондент в Беларуси Дмитрий Двойнев. Фото и видеосъемку в зале суда запретили. На этом настоял обвиняемый. Судья удовлетворил его ходатайство. Борисов Древ – это одно из старейших предприятий города Борисова. Города, известного своей футбольной командой БАТЭ, в 1901 году. Там основали спичечную фабрику. Тогда зажигательную смесь готовил сам хозяин. У Бориса Вдрев богатая история, но сейчас не об этом. Была разработана госпрограмма по модернизации предприятия. В итоге график исполнения инвестпроекта был сорван и не раз. За провалы в модернизацию производства осенью прошлого года своих должностей лишились председатель Миноблсполкома, замглавы президентской администрации. Глава администрации президента получил строгий выговор с последним предупреждением. Директор Борисов Древа Владимир Мальцев тогда не пострадал. А в марте года текущего его арестовали. Мальцева обвиняют в злоупотреблении властью и служебными полномочиями в ходе выполнения госпрограммы по модернизации предприятия. Прокурор, зачитывая обвинение, заявил, что он, например, при выборе поставщика оборудования не отклонил предложение турецкой компании, оборудование которой не отвечало всем необходимым требованиям, не рассмотрел другие предприятия, участвующие в тендере. Действия топ-менеджера повлекли ущерб предприятию на 18 миллиардов белорусских рублей. Владимир Мальцев вину не признает и утверждает, что личной заинтересованности в его действиях не было. По части 3 статьи 424 Уголовного кодекса Белоруссии ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией или без конфискации имущества. Дмитрий Двоенев, Александр Шурмелев, Минск.